Спонсор данного ролика магазин игровой валюты Darkgold. Только в Darkgold вы сможете приобрести души по самым низким ценам с монетами и случайным редким сражением в подарок. Также в магазине имеется очень много товаров для Injustice Mobile. Ну а совсем недавно в Darkgold появился алмазный классический рептилия, которого абсолютно каждый из вас сможет приобрести на свой аккаунт по самой низкой цене. Ссылочка на Darkgold есть в описании. Переходите и покупайте все по самым низким ценам. Ну а в ближайшее время будут добавлены души и классические рептилия для iOS, то есть для iPhone и iPad. Всем хайкс, с вами Darkgold и мы продолжаем проходить башню LinkWay в Mortal Kombat Mobile. Сегодня нас с вами будет ожидать бой 170, конечно же с боссами, но сразу нужно до него дойти. А прежде чем мы перейдем к самой интересной части этого ролика, я попрошу вас поставить свой лайк под этим роликом прямо сейчас, обязательно все 100%. Ну а также подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, если вы не сделали этого ранее. А теперь мы переходим с вами в нашу любимую башню LinkWay. Ну не знаю, любимую или нет, но она точно лучше, чем башня Холодной войны, которая была абсолютным шлаком. Так, значит, у нас бой 166, мы с вами пройдем, дойдем до боя 170, там всех разнесем и пойдем дальше. Правда, мы с вами пока не знаем, какие там будут противники, но мы обязательно их победим. В этом я уверен на 100%, значит. Играем с вами нашей любимой алмазной команды MK11, прокачанной на фулл. У всех моих персонажей стоит редкое снаряжение. И всего лишь у одного Саб-Зира MK11 еще есть эпическая ледяная маска LinkWay. Ой, ледяная маска из башни LinkWay. И то она без слияний. То есть, видите, какой я командой прохожу. Просто три алмазных персонажа. У них у всех редкая снаряга. И всего лишь у одного Саб-Зира стоит одна эпическая снаряга, и то без слияний. То есть, никаких взломов, никакой накрученной эпической снаряги 10-го слияния, никаких Джонни Кейджов и Тань. Только простые три алмазки и редкая снаряга. Ну, а теперь давайте переходить к бою 166. Здесь можно проиграть, если убьют моего одного персонажа. Но мы с вами постараемся этого не допустить. Так, ну, в принципе, против нас тоже уже алмазки 10-го слияния. Но все-таки именно мои персонажи будут пожестче, чем боты. Так как у нас прокачка получше. Я же все-таки не бот, правильно? Поэтому у меня там мозг есть. Ой, смотрите, ля какая нахреневшая. А эта тварь даже не дала подлечиться. Но сейчас у нас все равно все получится. Нам главное ни одного персонажа не потерять, чтобы максимально пройти этот бой. Да, Скорпион, конечно, вообще молодец, прям красавчик. Со своими критами особенно. Да и вообще он очень быстрый, просто молниеносно. Не знаю, может ее даже можно с Кабалом сравнить по скорости. Я лично никогда раньше не замечал. А вот при прохождении башни Лин Куэй реально решил задуматься. Так, ну тут, значит... Блин, опять эта смена, точнее, помешала мне сделать второй спецприем. Вот это дебильно. Ты нажимаешь второй спецприем, а оно предлагает тебе превратить Шансуна в противника. Из-за этого он не активируется, и ты получаешь по морде. Вот это вот абсолютная хрень просто. Ну, можно сразу предлагать эту смену, а потом уже спецприем. Чтобы оно работало все нормально, стабильно. А не такая дичь. Ты нажал на спецприем, но он не активировался, потому что вылезла смена на персонажа. И даже если ты не сменился, то спецприем нужно активировать заново. Но ты не успеваешь и получаешь по морде. Такая вот хрень. Не знаю, может это баг такой? Иначе это очень глупо и неудобно выглядит. Я думаю, вы уже убедились. Вот в сегодняшнем ролике, в прошлом ролике, где мы с вами проходили 150-й бой в этой же башне. Тоже я из-за этого чуть не проиграл. Так, здесь у нас... Значит, здесь у нас Ирон Блэк, Шаукан, Холодные войны Саб-Зиро. А, еще и темная магия, которая жрет нам ХП. Не действует только на спецназовцев, да? А у нас с вами как раз все не спецназовцы. Но подождите, знаете, что у нас есть? У нас есть... А нет, Джонни Кейз Шестого Слияния, он слабый. Ну, не знаю, блин. Можно, конечно, взять, поставить, знаете, вот... Кенша Золотого, Джонни Кейша Золотого, Такеду. Но это ж хрень будет. Реально. А это будет хрень, наверное. Хотя, они вроде бы посильнее, чем противники. Что, давайте попробуем, я не знаю. Да, вот, берем Джонни Кейджа, берем Кенши, берем Такеду. В принципе, персонажи неплохие, но, блин, без снаряги. И я не помню, я прокачивал их или нет. Так, Джонни Кейджа я прокачивал. Надо ему какую-то хрень поставить на пробитие блока. Значит. А хотя я потом на команду МК-11 забуду поставить. Не, ладно, давайте так, даже без снаряги практически. Все, идем. Так, ну что, поехали. Сейчас у нас максимально необдуманное и неадекватное прохождение боя номер 167. Три золотых персонажа испытаний, абсолютно без снаряжения, которые уже максимально получают по морде в начале боя. Надо было все-таки мне поставить блокбрейкер. Но я ж настолько самоуверенный, что я решил на это забить. И мне уже Айронблэк просто спецприемы хренак и отключил. А, Кенши это не спецназовец. Кенши старший бог, он не спецназовец. Вот я тупанул. Это серебряный и золотой они. Они спецназовцы, а он старший бог, все. Так, меняемся, меняемся. Такеда, давай, работай. Хренач, давай, Такеда. Давай, вся надежда на тебя, поехал. Да ты задолбал своей винтовкой, блин. О, сейчас Шаукан сделает второй спецприем и все. Ну, конечно, да? Убил, тварь. Давай, Кенши, работай. Может, хоть ты его вторым спецприемом убьешь. Нет. Он жив. Надо было все-таки играть за алмазок. Там бы Шансун вообще отхилился и было бы все четко. Да. Слив это уже все. Это уже слив. Реально, я понадеялся, что вот эти мои не сильно прокаченные молодые человеки смогут пройти этот бой. Но у нас ничего с вами не получилось. Просто максимально тупанул, знаете, можно, конечно, на них поставить снарягу, но они не будут от этого слишком как бы прокаченные. Поэтому я просто, знаете, возвращаю свою вот эту вот команду, нашу любимую с вами. Хотя они от темной магии очень сильно получат по морде. Так, ну здесь у нас, знаете, вся надежда на Шансуна, который будет лечиться благодаря своему максимальному второму спецприему. Ну и плюс, когда мы кого-то будем убивать, то наши два союзника тоже будут немножко подлечиваться. Конечно, темная магия максимально, смотрите, как жрет. Поэтому, если у вас не сильно прокаченные персонажи, то лучше все-таки во время темной магии берите тех, кого вам советуют. Вот мне советуют спецназовцев, их надо брать, но на них нужно ставить обязательно снарягу на пробитие блока, там на заряд силы. Ну, знаете, мне просто лень ее переставлять, потом нужно будет ее возвращать на вот этих вот алмазок. И чтобы я ничего не забыл, я решил не ставить ее. Так. Да, темная магия, это, конечно, жестко, Лена. Но... Что ты там делаешь, ты чучел, а? Пытается, он сопротивляется. Да сопротив... Ты что не сдох, тварь? Я не понял. Как он не сдох, у него хп практически не было. Это что было? Он что, вообще охренел? Это даже не босс. Что это за фокусы такие, а? Так, какой у нас сейчас с вами будет бой? Какой? А ну-ка. Так. 168-й. Давайте быстрее пойдем. А, здесь у нас неблокируемый урон от основных атак увеличен втрое. Прикольно, конечно. У Фредди Крюгера и так пассивочка с критами. Если он нам еще увеличенным уроном, неблокируемым как хренанет, то тут даже Шансун почувствует боль. Жизнь боль у Шансуна будет, да? Ха-ха. Но ничего. Сейчас у Фредди Крюгера будет жизнь боль, а не у Шансуна. Да, все. У него уже и жизни нету. Закончилась его жизнь, не начавшись. Так. Добиваем горы. Ирона Блэйка вообще вынести было никаких проблем, абсолютно не почувствовал. Все, здесь второй спецприем просто показал свою максимальную эффективность. И это прекрасно. Так, сейчас у нас 169-й бой. И мы с вами будем проходить бой номер 170. Не знаю, какие там боссы будут, как обычно. О, знаете, здесь уже две Скарлетт. В 169-м бою даже Скарлетт Холодная Война. И нам нельзя терять ни одного персонажа из нашего отряда. Ну, здесь опять же наша стратегия. Это использовать второй спецприем нашего любимого с вами персонажа. И по совместительству лучшего персонажа этой игры. Просто лучшего персонажа нет. Ну, главное, конечно, не тупить. Видели, Кана нам отключил спецприемы. Но он это может делать всего лишь на несколько секунд. И поэтому мы без проблем сделали второй спецприем. Так, эта дама, мы с вами знаем, что она может делать щит. И тогда нам будет ее трудно победить. Поэтому, знаете, нужно ее максимально быстро убить. Ух ты! Я не ожидал, что второй спецприем настолько ультимативно покажет себя в этом бою. Главное, чтобы нас сейчас Ассасин Скарлетт ультимативно не убила. А, блин, кровотечение не дает мне использовать второй спецприем. Значит, надо меняться на Скорпиона или на кого-нибудь еще. Меняйся, тварь! Да, есть все отлично. Теперь нам нужно просто ее убить. О, Скорпион зарешал. Молодец. Так, сейчас будем переходить с вами к бою номер 170. Будем смотреть, что нас там ожидает. Может, ролик немножко затягивается. Но, я думаю, вам должно быть интересно смотреть. Уже далеко не самые легкие бои. О! Я не ожидал реально здесь увидеть Триборгов. Триборгов давайте обновим попытки. Сразу трое. Смоук, Сектор, Сабзира. Кстати, это три самых лучших Триборга. Так как Сайрекс хуже, чем они. Хуже, чем любой из них. Просто Сайрекс хуже всех. А здесь прям самые мощные собрались. Иммунитет длительному урону и бой по времени. Значит, снаряга какая у них стоит. Смоук имеет сразу три снаряги. Меч, Кори, Броняк, Реоманта и Ледяной Шар. Ну, вот эти первые две это хрень. А вот третий Ледяной Шар это очень даже хорошая штука. Он воскреснет. Значит, Сектор. Ледяная Маска Меч, Кори. То есть, Ледяной Маской нужно обморозилку просто на весь отряд сделать. Тоже неприятно, конечно. И Саб-Зиро. Ледяная Маска с Кипитер Куайляна. Ну, Ледяная Маска также с морозилкой. То есть, если там шансы небольшие. Ну, а когда у двух персонажей. То есть, теперь вполне есть вероятность, что они набзил в морозилку. В общем, давайте меньше говорить. Больше дела идем проходить этот бой. Не знаю, как у нас с вами сегодня все выйдет. За одну попытку, за две или даже за три. Я, конечно, не знаю. Я попытаюсь максимально эффективно это все дело проходить. Но эти боты могут быть весьма охреневшими. И что-то у нас может пойти не так. Да, блин, а что они такие по здоровью жирные? Я как-то не обратил внимания, сколько у них здоровья. Прямо они, знаете, вообще смотрите, какие они охреневшие. Охреневшие молодые люди. Или не молодые, а сдохшие. Это как бы у нас триборги, это не живые люди. Видели, они шансуну накидали просто. Нет, я нажал смену. Что шансун остался? Да, конечно, они охреневшие со своей морозилкой. Прямо даже какие-то, знаете, трудности я ощущаю. О, есть. Оглушился, да? На, сосульки получай. Сосулечки. Эх. Увечий не нанёс, спецприёмы не отключил. Скорпион, что ты тупишь, а? О. И здесь, смотрите, вроде бы криты идут, а урона, конечно, вообще максимально мало. Не, ну Скорпион, конечно, молодец с критами, да, это. Прям вообще красавчик. Есть, Саб-Зиро нас спасает. Сейчас бы отключить спецприёмы ему и свалить. Да, и на Саб-Зиро сразу меняемся с вами. Саб-Зиро у нас, смотрите, фуловый просто. Вообще молодец. Живучий мастер из клана Лин Куэй. Чё, опять сосульек захотели, да? На. У нас, кстати, видите, фон поменялся. Обычно этот фон у персонажа МК-11 во время Fatal Blow. Так, ладно. Одной попытки нам не хватит. Это уже ясно. Потому что эти три твари вместе накладывают кучу эффектов. И ещё они плюс очень жирные по здоровью, так как они боссы. Последние, давайте, 10 секунд. Надо критов бы побольше нанести, чтобы максимально им урона. Нахреначить им урона максимально. Сейчас ещё делаем, наверное, первый спецприёмщик. И поражение. Как красиво. Замедление и поражение. Так. Ну, сейчас переходим к попытке номер 2. Я не знаю, сколько попыток понадобится, чтобы убить их троих. И посмотреть, какая награда нам всё-таки будет. Надеюсь, не замороженная мумия, которая абсолютно никому не нужна. Блин, они вообще живучие звери, конечно, ля. Так, здесь бы всё-таки нужно не просрать шансуна, как это было у нас с вами в первой попытке. Так, как шансун это... Это шансун. Вот. Имба. Имба максимальная просто. Имба, имбовая имба. Поэтому нам нужно, чтобы шансун просто жил и жил до конца боя. И отжирал у них хп вторым спецприёмом. Блин. Меняйся, меняйся. Есть. Поменялся. Так, сосульки наши традиционные. Когда играем за сабзира, кидаем сосульки. Ну, так. О, морозилка на него наложилась. Блин, так... Ни хрена себе он сделал. А, я случайно поменял шансуна. Всё это слив. Это хуже всего я вам показал, как проходить этот бой в этой попытке. Первая попытка у нас была отличная. Вторая просто самая дебильная. Так, ладно. Поехали дальше. Монеты. Ничего, мы пройдём это с вами. Обязательно 100% пройдём. Выскочила эта, блин, смена дурацкая. Из-за этого я шансуна поменял на смоука. И... И его убили. А потом я, конечно, не понял, как нашего сабзира убили вторым спецприёмом. Это вообще прям полная неадекватность была. Просто раз и его нету. Хотя он был фуловый. Была неадекватность со стороны ботов. Так как я не понял, как это они сделали. Что это за хрень была. Но сейчас мы им отомстим за всё. Просто за всё мы им отомстим. Так, надо валить, наверное, сейчас. Сосульки делаем. Сосульки. Кидаем сосульки. И на скорпиона меняемся. Раз. Скорпион у нас молодец. Он криты умеет делать. Он быстрый. Пока ему морозилку, конечно, не наложили. Он быстрый. Так, сейчас бы спецприёмчики отключить. Вот этому человеку. И шансу назаюзать. Чтобы он... Да блин, опять эта смена. Как она меня бесит просто. Опять, видите, я сразу просрал спецприём номер два. И практически всё своё здоровье. Меняемся. Пусть Сансун теперь посидит подлечься. Так, скорпион, делай давай первый спецприём. Отключай ему спецприёмы. Есть. Спецприёмы отключены. Криты наносим. И делаем опять первый спецприём. О, мы, кстати, с вами почти убили. Двоих. Смоука и Саб-Зиро. Да, скорпион, конечно, отлично. Блок пробивает. Спецприёмы отключает. А, сейчас можно, знаете что? Сейчас можно сделать истощение силы. Вот. Да, отлично. Оглушили. И теперь сосульки. Это ещё плюс кровотечение. И мы ему накинем. Опять эта смена всё мне мешает. Она просто, видите, пока мы выбираем, в кого превратиться, то за это время у нас Шансун стоит без блока, и мы получаем. Так. Ну, у нас ещё скорпион есть. Не понял. Чё, урон вообще ему не прошёл? Зато мне прошёл. Так. Ну, уже лучше намного, чем у нас было раньше. Уже лучше. У них намного меньше здоровья остаётся, чем было. Так что мы с вами близки к завершению. Да, видите, вон, смоука вообще надо грохнуть. Давайте мы сразу зайдём не за Шансуна, а за скорпиона. Конечно, такой, знаете, довольно трудноватый бой. Не знаю, как будет в 190-м или в 200-м. Но это уже, знаете, здесь, видите, сложность уже чувствуется. Не просто так, что я вообще не думая проходил все бои подряд. А здесь уже, видите, думать нужно. Ни одной ошибки не допускать. Блин, он больше основными атаками урона наносит, чем вторым спецприёмом, конечно. Эта тварь воскресла благодаря ледяному шару. Так, пора валить. Пора сваливать. Пора сваливать. Валим. Опять. Как вообще играть с этой сменой дебильной? Просто вот так, видите, как максимально быстро просрать Шансуна. А, то есть, получается, если я Шансуна не беру первым, то я не могу делать второй спецприём, потому что... Потому что его убивают. А его убивают почему? Потому что вылазит эта дебильная смена. Вот это косяк, конечно, разработчиков, из-за того, что они такой дебилизм сделали с Шансуном. О, урон прошёл. С критами, конечно, но прошёл. Так как без крита он бы мало чего нанёс этим живучим трем тварям. Так, сейчас мы дождыхать будем или чё? А, нет. Мы воскресли. У нас же Саб-Зира есть. Всемогущий Саб-Зира. Так, смена. Сосульки. Это ж они в следующем бою будут воскресать, пока их не поубивают. Ледяной шар дальше будет работать. Надо, короче, убить того, у кого нету ледяного шара. Получается. О, Скорпион такой зашёл исходу просто по морде им всем. Молодец, Скорпиончик. Сейчас он получит всё. Умер. Эх. Так, у кого там нету ледяного шара, кого нам нужно максимально быстро выносить, я не помню. Так. Кто же это у нас там? Кто без ледяного шара, того нужно максимально быстро убивать. Так. Вот. Вот, значит, человек. Сектор. Вот Сектора желательно убить, а потом мы этих двоих убьём, так как они меньше раз будут меняться. А, только я, блин, тупанул. Я взял Скорпиона. А из-за этого, значит, я не смогу нормально играть за Шансуна, так как смена не даст просто нормально играть. Давай же, дохни и воскресай, мы ж я знаем. Тварь. Серая тварь. Блин, урон, конечно, такой проходит, прям вообще очень большой. А, блин, почему не дают нормально играть за Шансуна? Объясните мне. Давай, лечись. Есть успел. Раз. Не понял. Я вообще ничего не получил, не отличился. Это интересно, как работает, а? Лечись давай, Шансун, чё ты? Вы видели? Я вообще не могу лечиться. Это интересно, как? Хрень какая-то. Чё это такое? Не проходит вампиризм, мы не можем с вами лечиться. Ну, мы сосульки. Сосульками. Так, у этого ледяного шара нету. Поэтому мы его можем убить. Так, как у него нету ледяного шара. Его нужно просто убить, и он больше не вернётся. Задолбали вы меняться. О, Скорпион заходит сходу и получает по морде. Нет, не хочу я превращаться. Не хочу я превращаться. Так, мы сдохли, но один из них тоже сдох. Нормально. Ну, конечно, блин, ролик затягивается, но... Бой такой сложноватый. Я думаю, вы видите. Так, давайте убьём уже их наконец-то. Пройдём их всё. Шансу наберём сразу. Так, здесь хотя бы нужно один раз успеть. Второй спецприём использовать, пока шансуна не убили. Гляньте, как он просто получает. Да блин! Делай второй спецприём. Есть. Набиваем, наверное, на 100%. Так, кот, блин, лезет, не мешает играть. Ещё делаем второй спецприём. Нам нужно лечиться и максимально быстро его убивать. Он же ещё воскреснет. Мы же её знаем, да? Мы с вами знаем эту тварь, которая с ледяным шаром у нас тут ходит и воскресает. Ну, скорпион, может, научи его хорошо сражаться. Или нет. Так, валить надо, сваливать. Или, может, мы сектора убьём. Он же без ледяного шара. В принципе, у нас должно всё получиться. Давай, Саб-Зиро. Сражайся! Тем более, мы на него морозилку наложили. Он будет не такой мощный, как обычно. Давай, криты проходят. Есть. Всё, последний вот этот вот остался самый охреневший персонаж. Теперь мы его убьём. Так, криты, конечно, проходят, но не очень сильно. О! Отлично! Эх, мы не сможем, наверное, его убить. 40 секунд остаётся. Есть. Я смог поменяться. Убить бы его. У него же нету ледяного шара. Всё, он его потратил. Давай, 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 ну! Блин, то чё за хрень? Давай, убей ты его уже. 20 секунд остаётся, Саб-Зиро, давай. Есть! Мы прошли с вами бой 170. Это было просто охрененно и эпично. 27 минут понадобилось. Ладно. Что же нам дадут? Ладно. С одной стороны, как бы, нам выпал Сектор. Сектор это очень неплохой персонаж. Но, с другой стороны, он у меня 10-го слияния, какого хрена он мне вообще нужен. Поэтому, то есть, по сути, хлам. Но, как бы, я бы больше расстрелся, если бы мне выпала замороженная мумия. А так, здесь выпал нормальный персонаж. Это хорошо. А на этом всё. Пишите в комментариях под этим роликом, прошли ли вы бой 170 и какая награда вам выпала. С вами был Аркекс. Увидимся в следующем ролике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok